Более 600 спортсменов из 17 регионов России, а также Монголии и Узбекистана приехали в Бурятию, чтобы выйти на Даянги и сразиться за звание чемпиона. Всероссийская страна по Тэквондо и Тэф, Кубок Байкала традиционное наше мероприятие. Одно из самых крупнейших вообще среди всех соревнований по разным видам спорта. Это лишний раз подтверждаю, что этот вид спорта у нас любим, жителями республики Бурятия. Очень много регионов впервые приехало на наш турнир. Это город Москва, город Кургловск. Они все были, конечно, у нас на чемпионате России здесь, но на Кубок Байкала они не приезжали. Просто приезжают стандартно это Дальневосточный федеральный округ, это Сибирский федеральный округ, а сейчас уже тянется к центру России и к нам сюда. Соревнования стали доброй традицией. Их приурочили к празднику Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие посвящено 78-м годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И вот, конечно, когда дети слышат это постоянно, и тем более сегодня очень такой важный для нашей страны момент, все мы хотим Победы в СО. И такие мероприятия надо проводить, популяризировать. И количество участников, я думаю, будет расти с каждым годом. В первый день соревнований прошло торжественное открытие. И состоялись предварительные и финальные встречи мужчин, женщин, юниоров и юниорок. В дисциплине формальный комплекс, весовая категория и спарринг-группа. Подготовку спортсменов и уровень организации оценили в первую очередь гости из соседних регионов. Мы регулярно приезжаем каждый год на эти соревнования на протяжении многих лет. Ну и с каждым годом соревнования как бы улучшаются, и все становится лучше, количество участников, количество регионов. Турнир проводится ежегодно. И я заметил, что он с каждым годом растет, развивается. Наш спорт приобретает какую-то популярность. С каждым годом все больше регионов, участников. Очень интересно, на самом деле. Очень хороший турнир получился. Во второй день на Даянге вышли юноши и девушки 11-13 лет. Они сразились в дисциплинах формальный комплекс и весовая категория. Соревнования прошли в жесткой, но очень интересной борьбе. Ребята показали смелость, ловкость, выносливость и выдержку. Победа в таком турнире позволит атлетам подняться на заветный новый уровень. Именно поэтому конкуренция на нем очень высока. Очень сильная конкуренция. Это очень интересно. И мы на этом тоже растем. То есть растут и противники наши, и мы растем. Вот в этот раз, первый раз попробовали силовые разбивания, силовые удары. И мой ученик, он на Дальнем Востоке выступал, неудачно. В этот раз занял второе место. Дети стараются, бьются из-за всех сил. Поединки такие ожесточенные, потому что много регионов приехало. Спортсмены подготовленные. Уровень соревнований высокий. Поэтому тяжело. Пытаемся, боремся за медали. Как отмечает главный судья соревнований, тэквондо – это спорт для всех. В процессе занятий гармонично развиваются все физические качества. Сила, быстрота, ловкость, выносливость и гибкость. Здесь нет рамок в выборе дисциплин и возрастных ограничений. У нас многоборье. Кто-то не может спарринговать, он делает упражнения, видели. Кто-то не делает упражнения, будет у нас специальной техникой, прыгать специальной техникой. Кто-то не делает специальную технику разбивания. Команду Бурятии представляли, как самые юные тэквондисты в возрасте от 8 лет и старше, так и самые титулованные – Ангелина Пищалкина и Александр Бодров. После соревнований прошли на достаточно хорошем уровне. Приехало много регионов. Приехали ребята, которые отобрались на чемпионат мира. То есть конкуренция в принципе достойная. И вот сейчас финальный поединок с представителем из Монголии был. Он тоже будет на чемпионате мира. По итогам двух соревновательных дней Кубок Байкала в этом году достался сборной Бурятии. Серебряные награды домой увезла команда Новосибирской области. А бронзу завоевали спортсмены Алтайского края. Анастасия Брянская, Руслан Хиртуев. Программа «Вместе» телеканал «Мир Байкал». Субтитры создавал DimaTorzok